Добрый день, уважаемые зрители телеканала Улл Правда ТВ. Вы смотрите проект «Гость в студии». Как и прежде, с вами Антон Никонов. И сегодня я приветствую героя программы Кирилла Артамонова, молодого архитектора компании «Простор». Здравствуйте, Кирилл. Мы продолжаем серию бесед с талантливой молодежью города Ульяновска и области в том числе. И сегодня мы беседуем с молодым зодчим о градостроительстве, о разных форматах архитектуры в нашем регионе. Кирилл, первый мой вопрос таков. Что представляет современная архитектура сегодня в целом? Ну, современная архитектура сегодня в целом представляет, наверное, симбиоз разных специальностей, потому что все, что можно было уже построить силами, скажем, одного человека или какой-то небольшой группы, уже построено, уже придумано. Сейчас архитектура – это именно стык различных сфер деятельности, это стык программирования, стык творческой какой-то составляющей, стык архитектуры, стык работы с непосредственно пользователями этих самых сооружений, с жителями, с людьми. Ну и опять же, это современная технология. К сожалению, конечно, у нас в России не так это все развито, но все равно стремимся и идем как раз в нужное направление. А, ну вот, не разви ты на данный момент, все-таки, мне кажется, архитектура прошлого России, она и заслуживает какого-то уважения? Именно на данный момент, да, потому что, ну, немножко мы отстаем о технологической составляющей, то есть, да, мы там, у нас есть очень хорошие специалисты, но есть определенные сложности с обучением специалистов, многие привыкли работать по-старому, то есть, чертить там, как на Кульмане, то есть, сложный переход идет именно к современным системам, вот, но в целом, как бы, да, есть хороший задел. То есть, есть какие-то еще прорехи в образовании именно в этой профессии? Да, именно в образовательной системе есть большие такие дыры, потому что учат нас по старой системе, продолжают, как бы, архитектура и вообще технологическая составляющая этой профессии, она шагнула очень далеко. А как вы считаете, что этому, как бы, противостоит? Нету ресурсов, нету специалистов, с чем это связано? В первую очередь, это связано с тем, что специалисты не идут работать в университетах, потому что, ну, им очень мало платят там, и при этом требуется очень много писаний на бумажной работе, что мешает совмещать это все с проектной деятельностью. Вот, соответственно, преподавательский состав, он устаревает, ну, и тем самым образование тоже ухудшается. То есть, нет стимула именно педагогических кадров? Да, все правильно. Как обстоят дела с Ульянском? Что необычного на сегодняшний день есть в архитектуре Ульяновска? На сегодняшний день в Ульяновске, в архитектуре, все очень, так, я бы сказал, печально, потому что в свое время все понастроили, у нас полная эклектика, как бы, селевая. То есть, у нас нет четкого понимания, в каком направлении идти с точки зрения развития города, потому что у нас вроде как губерния. Губернию в свое время уничтожили, ничего от нее не осталось, потом у нас очень такая богатая советская архитектура, модернизма, которую почему-то сейчас не ценят, внимание ей не привлекает, пытаются вернуть как раз вот этот вот какой-то дух губернии, которого не осталось. В итоге тем самым уничтожая, по сути, эту идентичность советскую, и получается какой-то такой бардак каши, и поэтому сейчас какой-то застой у нас, я бы сказал, в архитектуре. А вот смотрите, в чем же эта ценность советской, эта архитектура, я так понимаю, конструктивизм сюда тоже входит, да, вот в ней есть какая-то атмосфера, есть аура, в чем вот привлечение ее? Ну, вообще, любая архитектура, она в первую очередь строится и связана с политической ситуацией в стране, в мире. Советская архитектура, она масштабная, она монументальная, ну, как бы связана непосредственно именно со строем историческим, политическим. Со стремлением к будущему, к такому. Со стремлением и к будущему, и со стремлением показать, что мы мощная, сильная держава, то есть даже если посмотреть нашу исполнаду, там, у меня центр педагогический, там, университет и венец, то есть это очень монументальные сооружения, это масштабное сооружение, которое видно и с противоположного берега, вот, и в целом, которое представляет собой очень качественный объект архитектуры, то есть это прям наглядно можно заметить на них. Ну, то есть по советской кинодокументалистике ярко видно, что Ульяновск был таким центром, куда приезжало много туристов именно посмотреть, потому что на тот момент, 70-е, по-моему, года, он отстраивался с молниеносной скоростью и именно по всем модным на тот момент направлениям, дизайном, архитектурным конструкциям. И что же случилось, вот этот вот перелом, в связи с тем, что как бы уже неактуально стала тема Ленина и все это застопорилось или что-то еще было? Ну, я думаю, связано с распадом Союза, в первую очередь, а тема Ленина, она до сих пор актуальна, даже недавно относительно к нам приезжали, по-моему, Рамштайн проездом на наступление в Самару, и они заезжали именно посмотреть вот этот маленький домик Ленина. То есть им это интересно, почему-то у нас это пытаются забыть, а в Европе, наоборот, это как-то ценится. Ну, вообще ценится история любая, какая бы она хорошая, плохая ни была, к Ленину можно относиться по-разному, можно там любить его, можно не любить Ленина, но тем не менее, то есть это событие, это персональ, которая была, зачем это отрицать? То есть это надо подчеркивать и в дальнейшем продвигать, пиарить. Ну и вообще в Ульянске, даже несмотря на то, что уже перестроены какие-то многие здания уже в 70-е годы, к столетию Ленина, все равно его дух непосредственно связан с этими объектами, и с Ленинским мемориалом, и, как вы уже сказали, со спланадой. То есть это все равно есть какая-то вот дань через новую призму, фабулу посмотреть на исторические моменты прошлого. Конечно. А давайте поговорим о молодежных объектах. Как вы считаете, есть ли в Ульянске какие-то вот такие архитектурные, может быть, комплексы или объекты, где наиболее будут востребованы у современной молодежи? Куда может пойти, так скажем, грубо, да, молодежь именно для того, чтобы вдохновиться вот архитектурой города? Что бы вы посоветовали? Я думаю, архитектурой в городе нас вдохновляться незачем, то есть как бы эта эспланада как раз вот советская, а в основном это просто природа, это красиво видовые точки, именно эта местность природная. То есть вы делаете ставку больше на природу? Да, конечно. Потому что архитектура, я говорю, сейчас это переживает большой упадок в нашем городе непосредственно. То есть из того, что сохранилось, это сохранилась советская архитектура, хорошая, качественная, это там и тарелка у политеха, например, да, и та же самая эспланада, какие-то исторические небольшие сооружения есть, но в целом это все в таком непригодном состоянии. Ну вот вы говорите, идет упадок, нету какого-то новизны. А на местном, на локальном уровне с чем это связано? Нет специалистов, нет заинтересованностей, нет финансовых ресурсов, какие проблемы? Ну в первую очередь это связано с отсутствием долгосрочного планирования, то есть вообще города как строятся? Там проектируется сначала генплан. У нас в городе генплан далек от реалий, которые существующие, принятые. А он есть вообще? Он есть, но он никак не бьется практически с ПЗЗ существующим. А что это такое, расшифруйте? ПЗЗ это проект землепользования и застройки. И кроме того у нас заказан давно уже новый генплан, который мы никак не можем принять, потому что он тоже очень далек от реалий, которые существуют. В принципе генплан это конечно живой документ, с ним надо работать, постоянно носить изменения в том числе, но никто этим не занимается и комплексного подхода нет. В Европе есть мастер планирования, то есть это экономическая подоснова конкретных территорий небольших. И все это работает, все это увязано, все это соблюдается. У нас наоборот как-то это все в таком тоже бардаке, полное несоответствие и можно воротить что хочешь. То есть нет именно комплексного подхода и я так понимаю, что просто никому это пока не интересно. А специалисты, которым этим занимается, только наши или у нас есть представители из других городов, которые заинтересованы, допустим, развивать эту историю в Ульянске? Ну генплан у нас заказывают в Питере. Но можно было бы заказать меньшими усилиями, обойтись, заказать своим специалистам, просто опять же нет заинтересованности в этом. У нас в городе нет главного архитектора именно с архитектурным образованием. То есть эта должность давно пустовала и пустует в принципе. И в принципе отношение к должности, оно немножко неправильное. Она пустует потому, что нету достойных кандидатур или просто люди не идут из-за того, что она не востребованная, не рентабельная, не скоплачивая? Люди не идут в первую очередь потому, что на этой должности ничего нельзя сделать. То есть доказать что-то невозможно. Ну по сути да, то есть у нас должность главного архитектора, она не в том объеме, не в том ракурсе работает, скажем так, как должна. Ну это, конечно, такая тема на рассуждение и с открытым вопросом. А скажите, сколько нужно учиться на архитектора? Ну мы учились 6 лет на специалисты, сейчас учатся, по-моему, 5 лет на бакалавриат и еще 2 на магистратуру. Вообще учатся всю жизнь, потому что какой бы объект ты ни проектировал, если ты проектируешь жилье, ты изучаешь одни документы, если ты проектируешь коммерцию, другие документы, парки, третьи. Плюс ко всему это насмотренность постоянно, это поездки за границу, смотреть, как там что-то делают. Да, то есть это постоянно визуальное образование, самообразование. Это контакты, опять же, с людьми, потому что тоже архитектура точно так же связана и с пожеланиями, с требованиями современного общества. То есть она именно подстраивается, развивается. А какие навыки для обучения важны, чтобы человек, ну он планирует, допустим, еще будучи абитуриентом, он хочет быть архитектором. Что точно должен уметь начинающий архитектор? Там навыки, чертения, еще чего-то. Ну, чертить научат, наверное, должен уметь рисовать в первую очередь. Воображение, наверное. Воображение должно быть, да, и желание что-то изменять. Потому что без этого идти смысла нет. То есть не подстраиваться, а именно самому новаторски как-то что-то сказать. Ну, в целом, да. Потому что сейчас архитектура – это больше не про деньги, это именно про желание вносить изменения и творить. Творить. Это, кстати, очень хорошая составляющая. Где конкретно вы учились? В Ульяновске? Я закончил, да, политехнический университет Ульяновский. По специальности архитектор. Да, да, да. А что или кто является предметом вдохновения для архитектора? Наверное, все окружающее вообще в целом. То есть это могут быть и люди, и другие постройки какие-то, и фильмы, и книги. Ну, как бы все в целом. Потому что, опять же, я говорю, все взаимосвязано. Архитектура – это пространство, в котором все происходит. То есть это непосредственное участие в этой жизнедеятельности. То есть я вообще считаю, что если ты не участвуешь в жизни города, если ты не занимаешься спортом, какими-то творческими делами, то есть ты не взаимодействуешь с людьми, как ты можешь проектировать. То есть нужно прочувствовать через себя, все это пропускать, и потом уже ты понимаешь, что действительно нужно. Ну, здорово. Кирилл, вы считаете себя творческим человеком? Конечно. Зодчим таким молодым, создающим что-то такое новое? Ну, конечно, стараюсь. А в чем это выражается? Ну, как в чем это выражается? Это выражается, во-первых, в желании придумать что-то новое всегда. Конечно, много уже придумано, но тем не менее хочется что-то открывать, хочется что-то сочинять, придумывать, пробовать. Пробовать то, чего у нас, например, в городе нет. Это касается, например, черных домов. Я очень люблю черные. А что это такое? Ну, черные дома – это, я имею в виду, цветовое решение. То есть у нас почему-то принято, что здания должны быть бежевенькими, желтенькими. Это признак богатства. Хотя на самом деле это уже, во-первых, приелось, а во-вторых, ну, это не так. То есть я вот люблю... То есть нету как бы нотки современности, да? И ноток современности нет. И в принципе какое-то все монотонное, такое неживое. Хорошая архитектура, она на контрастах построена. Есть даже в Дании там принцип построения архитектуры – это контраст. То есть нельзя поставить два одинаковых здания рядом именно по тональному сочетанию. То есть должно быть там контрастное темное, контрастный свет, тогда это красиво, тогда это играет. Это и то же самое. Хорошая фотография отличается контрастом. Если фотографии замыленные, это уже плохо. Вот в связи с этим я хочу поднять тему психологического воздействия архитектуры на человека. Ведь не секрет, что человек, который из провинции, из глубинки приезжает в Петербург и выходит в исторический центр Петербурга, он волей-неволей впечатляется городом, этой грандиозной постройкой. Мы прекрасно знаем там всех этих архитекторов, и Росси, и многих других, которые строили город, причем достаточно в такой местности непригодной для жизни. А есть, допустим, обыденные спальные районы с однообразной застройкой хрущевок. Вот на ваш взгляд, действительно есть вот это воздействие психологической архитектуры на то, что одни объекты могут восхвалять и возвышать человека, а другие принижать и как бы вот тянуть даже в какую-то маргинальную составляющую? Ну, конечно, да. Взаимодействие визуальное и духовное есть все равно. То есть, это зависит даже от того места, где человек живет? Конечно, конечно. То есть, если ты видишь все время что-то серое, у тебя и настроение плохое, но это так очень абстрактное, конечно, понимание, на самом деле все глубже. В целом, человек формирует среда, в которой он растет, в которой он живет, музыка, которую он слушает. То же самое касается архитектуры, то, что человек видит. То есть, у нас очень большая проблема есть в отсутствии запроса на качество у людей, в принципе, в России, потому что мы привыкли жить, скажем, в хрущевках. В принципе, хрущевки – это неплохое решение было в свое время, очень классное, потому что людям требовалось быстро заселиться, чтобы работать. Это быстро возводимое здание, и они рассчитывались на то, что их потом снесут и будут строить что-то другое. Но не сложилось. То есть, они были как бы не таким недолговечными? Да, да, да. То есть, по идее, это краткосрочное жилье, чтобы быстро всех поселить, чтобы люди поработали, приехали, уехали, потом снести и перестроить. Но до этого не дошло, и поэтому превратилось все в такое мини-гетто. То есть, в целом, я считаю, что… Например, почему в Европе у людей запрос на качество очень такой мощный? Потому что они привыкли к хорошему уже. То есть, они привыкли жить в комфортной среде. То есть, у них там доступная среда, доступная для маломобильных, в том числе, граждан. У нас, конечно, с этим большая проблема. И отношение к этому точно такое же, то есть, бережное ко всему. То есть, если у них хорошие дороги, они на них, соответственно, за ними ухаживают. У нас все как-то сейчас отдано, во-первых, на откуп государству. Почему? Потому что непонятно, что чему принадлежит и кому он принадлежит. В том числе и дворовые пространства те же самые. Непонятно, кто за этим должен ухаживать. То есть, если в Европе двор принадлежит, скажем, людям, условно говоря, и они за этим ухаживают, то у нас это вроде как принадлежит государству, но государству нет ресурсов на это. И люди сами тоже какие-то действия не предпринимают, чтобы ухаживать, благоустраивать. Не заинтересованы в этом. Соответственно, все приходит с запустением, опять же. И мы видим то, что видим. Поэтому, конечно, это все влияет. И где-то я фразу слышал, то, что ты ешь, по сути, так и получается. То есть, где ты живешь, ты это все проецируешь, ты не знаешь, что может быть лучше. И, соответственно, ты в одном в одном крутишься. И точно так же потом дальше продолжается, и дальше такой ком накатывается. Как вы думаете, в ближайшей перспективе и в дальнейшей, конкретно по Ульянску, ну, так скажем, лет через 50, а что-то изменится в центральной части города, возьмем. Появится ли у нас что-то наподобие Москва-Сити? Будут ли у нас высотки больше, чем гостиница Венец? Вот что-то в этом плане. Не хотелось бы. А почему? Ну, я склонен к такому мнению, что видеть небо хорошо. То есть, если застройка невысокая, то есть, ты видишь небо, ты видишь природу, ты ощущаешь пространство воздуха. Мы в шикарной местности живем, да, по архитектуре? В принципе, да. То есть, там какая бы архитектура классная, высотная ни была, она и красивая, может быть, и качественная, и стильная. Но как там жить? То есть, ты не видишь небо, ты видишь все время эти стены вокруг себя, и это темно, опять же. То есть, это просто такая атмосфера. Это мое личное мнение. Там, например, в Китае и в Японии, они, наоборот, стремятся вверхать, типа, потому что у них жизнь, и образ жизни завязан на том, чтобы быстро какие-то дела решать. То есть, ты, грубо говоря, в рамках одного небоскреба, ты, по сути, решаешь все дела. Ты встретился с одним заказчиком, потом сходил к третьему, к четвертому, сходил, успел поработать. У нас все-таки это протяженное такое действие. Вы можете развеять миф, или это реальность, что действительно в прошлом, и до сих пор, по-моему, сейчас в Ульянске есть как бы-то негласное правило, что нельзя строить выше гостиницы Венец. Так ли это или нет вообще? Ну, есть определенные просто регламенты по застройке. То есть, есть документ, прописывающий количество этажей в том или ином районе в том числе. То есть, это связано и с тем, что у нас аэропорта рядом здесь. То есть, это и зона взлета в том числе, и грунты, и совсем... Просто с регламентами на застройки. Но у нас уже есть выше здание гостиницы? Нет, конечно. То есть, Венец до сих пор считается самым высоким зданием? Ну, во всяком случае, с учетом того, что он стоит еще и на горе, да, ну, я думаю, что нет пока. Надеюсь, не будет. И не будет, да? Надеюсь, что нет. Ни на окраинах, нигде. Потому что, в принципе, вот этот вот район Кирова, где большие уже дома тоже стоят, они, мне кажется, там уже сравниваются. Они и портят, в первую очередь, и фронт городской. Это если ты с берега пьешь, такие зубья получаются. То есть, это и некрасиво. И, наверное, близлежащие еще вот эти хрущевки, у них же, наверное, пропало большое количество света. Вот это сейчас же тоже затемнение идет от этого. Конечно. В благоустройство все-таки для людей, но и в ущерб для тех уже старожилов, которые живут на этой местности. В чем принципиальное отличие в архитектуре прошлого и современного? Вот прям контрастного что-то. Давайте перечислим. Ну, наверное, в первую очередь, это такое взаимодействие непосредственно с человеком. То есть, в прошлом каждое изделие, каждый кирпичик, это было произведение искусства конкретного человека. То есть, это был ручной труд в первую очередь. Это и лепнина наручная. То есть, это здание пропитано именно душой каждого там изготовителя. Сейчас это больше механическая работа. То есть, это заводские какие-то продукты, изделия. То есть, это, наверное, основное отличие. То есть, раньше архитектура была живая, с душой, а сейчас она более техногенная и далекая от человека, с одной стороны. Ну, я надеюсь, сами архитекторы душу не теряют, когда проектируют какие-то свои? Архитекторы стараются не терять. То есть, они все равно вкладывают какое-то разнообразие? Ну, конечно. Но, опять же, от архитектора, к сожалению, не всегда все зависит. То есть, очень часто, во-первых, это зависит от заказчика, в первую очередь, от финансовых его составляющих. В принципе, это желание что-то сделать. Качественно и хорошо, или наоборот, получить больше денег, а не ментальную какую-то прибыль. То есть, наверное, с этим связано. Так, интересно. Какой архитектурный стиль наиболее близок вам? Готико, барокко, классицизм, модерн? Всему, наверное, свое место. Сейчас я тяготую к современной архитектуре минимализма. А вообще, конструктивизм очень близок тоже. Тоже, опять же, по своей монументальности, по своей четкости, строгости. А вот минимализм в архитектуре, в чем это выражается? Минимализм в архитектуре, во-первых, очень простые формы, много стекла, натуральные материалы, в первую очередь. Такие-то грубые бетон, например, условно говоря. То есть, такой контраст материалов. Стекло и грубые формы. Ну, всем известный торговый центр «Аквамоу». В каком стиле он построен? В стиле сарая. То есть, он даже вообще не поддается никому? Не, ну, как бы это такая попытка сделать современную архитектуру. Может быть, даже какой-то хай-тек в какой-то степени. Но я считаю, что это просто архитектура торговых центров, которая представляет собой большой гараж с попыткой сделать что-то человечное внутри. А как вы считаете, почему именно вот сейчас стало модно на такую застройку? Нету фантазии, нету ресурсов? Или это сроки ужимаются, чтобы это... Это вообще быстро строится такое здание? Да, в принципе, да. Относительно быстро. То есть, это все-таки, наверное, тоже закладывается временной. Ну, и сроки в том числе. Ну, и опять же, я говорю, запрос на качество, потому что для нас, например, для Ульяновска «Аквамоу» это что-то с чем-то. То есть, это признак хорошей архитектуры, потому что лучшего у нас не было на этот период. У нас не было, в принципе, зданий такого типа, то есть, торговых центров, где можно в одном месте получить такой микс-юст различных функций. Соответственно, люди туда идут, поэтому... И место отличное выбрано на набережной Свияги. То есть, вопрос как бы в том, что просто у нас такого нет. И поэтому используются к реальности. Это что-то новое такое уже? Ну, по сути, да. Но я не могу сказать, что это качественная, действительно, архитектура. То есть, это, ну, такая... Что-то лучше, чем было. А вот историческая зона, там, улица Гончарова, это какой стиль? Что в нем такого притягательного для туристов, для коренных жителей? Ну, притягательное, в первую очередь, наверное, то, что это здание человечное, то, что, опять же, они пропитаны историей. То есть, это там деревянное зодчество в том числе. То есть, когда там какой-то мастер вырезал это все, сидел, то есть, он обладал свою душу там, да, сюда. И такого осталось мало. Это, в принципе, приятно на это смотреть. Какой-то там дух такой. Приятный. И все-таки я вот задумался, действительно, вы сейчас сказали, что... На самом деле, когда ты гуляешь по улице Лейна, по Гончарова, с одной стороны, кажется, вот, ну, что-то такое провинциальное, там, одноэтажное, а с другой стороны, это действительно яркое небо, видно, и деревья в полной своей величине. У нас очень зеленый город вообще повсеместно. И действительно, именно город вот для туризма, для прогулок, то есть, это не то, что каменные джунгли, да, а именно вот такое вот разнообразие, именно сочетание природы и жизнедеятельности человека уюта, я думаю, что действительно в центре это очень качественно так сбалансировано. Ну, кроме того, у нас две реки, то есть, хорошая верхняя набережная и река Свияга есть, которые почему-то плохо очень используются с точки зрения благоустройства. То есть, мы как-то стараемся кидать силу все на Волгу, наверное, из-за того, что это такое имя, Волга, знаковая, на самом деле, Волга оторвана от города. То есть, есть верхняя набережная, и как бы можно развивать как раз пешеходные маршруты между Свиягой и верхней набережной. То есть, река непосредственно там в черте города, и река такая обзорная, это уже Волга получается. Но у нас, к сожалению, пока нет связанных маршрутов, нет связанности пространств. То есть, у нас очень много затрамбованных территорий в городе. То есть, нельзя закальцеваться и пройти по территории пешком, целиком везде. Смотрите, надо работать. Кирилл, а вот пару лет назад был такой проект, я знаю, что и у губернатора, и у инициативной молодежи региона, благоустроить набережную Волги. И предполагались даже какие-то туда или фуникулеры пустить, или какие-то еще там скоростные, я не знаю, как это там, трамвай или еще что-то. Целесообразно вообще такой проект расплавливать? Я считаю, что нецелесообразно, потому что действительно комплекс освоения именно нашего берега Волги требует очень больших финансовых затрат. Это, во-первых, транспортная доступность, то есть, хорошие дороги. Во-вторых, доступ мало обеспечить, то есть, за этим еще нужно следить. То есть, к Волге нужно добираться людям и жить там где-то рядом в черте. Вот, то есть, соответственно, ухаживать за этим. Я считаю, что просто даже если сделать набережную, благоустроить, оторвать ее, как она сейчас есть от города, она со временем просто зачахнет. Я считаю, что слисообразнее свиягу разрабатывать именно с точки зрения благоустройства, делать пешеходные маршруты там, какие-то арт-объекты ставить. Но пешеходные, то есть, это у нас же есть, вот, музей, спуск туда, как бы, по лестнице. Ну, в том числе, да. Но обратный подъем, он, конечно, тягостый. Обратный подъем тяжелый, да. Поэтому Волга, я считаю, что в данной ситуации именно экономически, в том числе с точки зрения экономических затрат, с точки зрения целесообразности, ну, как не та река, которой нужно заниматься в нашем городе. А как вы считаете, почему у нас заморожен проект с фуникулером? Наверное, опять же, потому что нет востребованности. Разве у молодежи и у туристов в летний хотя бы период это неактуально? Все доезжают и так, поэтому так привыкли, никто особо там не сопротивляется. Вот мне всегда интересно, нет востребованности. Если был бы запрос постоянный. Да, ну, смотрите, опять же, я вспоминаю, даже я застал ту пору, конец 90-го, начало 2000-х, когда супер была востребованность. Люди ходили, мы сами катались очень много раз. И спускались, и поднимались, и на пляже, там, допустим, шли пешком, поднимались с пляжа на фуникулере. И как-то вот вдруг по щелчку перестал востребованность. С чем? Народ поменялся, люди. Почему? Мне кажется, это такая экзотика. Я думаю, что тут востребованность именно не с точки зрения необходимости набраться и нужды людей, а в первую очередь у, не знаю, кому сейчас принадлежит, во-первых, этот фуникулер. Ну, я думаю, частная, конечно, история. То есть у бизнеса нет востребованности именно этой территории, развития ее непосредственно. Прибыли, наверное, нет. Ну да, что-то не получается с точки зрения экономики, поэтому не развивают. Все-таки есть такие какие-то еще у нас предметы прошлого, которые уже сейчас заморожены, и как-то уже ностальгия по ним сохраняется, а вот рентабельности уже их нет. Ну да. Плавно перейдем к семье. Чем занимаются ваши родители? Почему именно вы решили пойти по архитектурному пути? Может быть, они как-то с этим связаны? Ну, как они связаны? Конечно, связаны с тем, что направляли в какое-то время. То есть куда идти, отдавали различные кружки. Я все время рисовал, меня отдавали в художественную школу, занимались. Ну, чем занимается ваш папа, папа? Отец у меня преподаватель в педагогическом университете, доктор наук. Мама работает в ИДОО ГТУ. То есть вы из такой как бы педагогической семьи, в принципе? Ну, наверное, да. Можно так сказать. Но пошли в архитектуру больше. А вы, говорите, вы занимаетесь, вы ходили в художественную школу? Ходил в художественную школу, да, на Ленина у нас. Очень хорошая школа. У кого вы учились? Я много у кого учился. У нас там смены менялись. У Галины Матвеевна учился, Звертяевы, у Паймушкина Петра Ивановича, у Сергея Борисовича учился. То есть у вас все-таки тяготение с детства уже шло именно к творческой составляющей? Да, конечно. К проектной деятельности. Сейчас конкретно на чем-то вы работаете? Ну, проектов много и благоустройством занимаемся, и в конкурсах участвуем точно так же. Есть свои наработки, проекты, задумки. Например, у нас сейчас коллега занимается разработкой благоустройства в новом городе. То есть по своей инициативе, пытается какие-то денег проявлять, чтобы что-то там в благоустройстве сделать. В грантовой программе? Ну, не в грантовой, скорее попытка устроить краундфандинг. Но пока это все в разработке. То есть мы там с друзьями, программистами пытались и пытаемся до сих пор зубров остановить с точки зрения VR-системы, который пропал у нас в парке Дружбы народов. То есть сейчас тоже есть проект, работаем над этим проектом. Но опять же он требует определенных вложений. То есть проект есть, но сейчас думаем, как средства получить. Краундфандинг, опять же, организовать попробовать. У нас это не особо развита система. Не знаю, получится, не получится, но желание есть. Но желание есть, это самое главное. Ну, а так текущая работа, проекты текущие. По застройке, по благоустройству. Но то есть все равно работа не стоит на месте. Вы верите в то, что что-то еще можно будет поменять? Стараемся. Но это прекрасно. Сейчас свои программы замечательные появились. И комфортная городская среда, и конкурсы мало городов. Вопрос в том, что надо участвовать в них. И участвовать действительно с целью что-то сделать комплексно. И не только зацикливаться на этих программах, а еще и попутно что-то делать. Опять же, это зависит не от нас. Мы можем инициировать какие-то моменты, но в первую очередь нужны заказчики, и нужны заказы на это. Ну, это прекрасно. Кирилл, в заключении программы нашей я всегда задаю топ-5 каких-то особенностей по жизнедеятельности. Поскольку вы архитектор, ну, давайте назовем на ваш взгляд топ-5 мест архитектур в городе Ульянске, которые наиболее привлекательны для жителей города, для туристов, для молодежи. Что это может быть? Ну, я думаю, что это эспланада полностью. Мне очень нравится двор педагогического университета. И вообще у нас университетские городки, они в своей жизни живут. То есть там приятно находиться. К сожалению, опять же, за ними тоже не всегда следят. Где-то закрывают заборами. Но, тем не менее, это такие приятные места. Это набережная Свияги. Это, например, музей у нас замечательный. Есть водоканалы там. Опять же, к нему доступ довольно-таки сложный, но с воды можно на него посмотреть. Замечательно тоже. Ещё два. Тарелка Политеха. Да, очень интересные здания. Есть, по-моему, с тарелки с нашей даже где-то в Бразилии, что ли, аналог брали и делали какое-то тоже здание. То есть, наверное, в России таких нет больше, да? Есть тоже. Похожие в Москве есть тоже. Там же интересно ещё внутри обустройство. Именно вот рассадка тоже по такому принципу. Она же не только внешняя и внутренняя. Нет, ну, само собой, архитектура, она же пространственная, работает и внутри, и снаружи. Если хорошая архитектура, и качественная. Ну и в заключение, последнее что-нибудь? Сложно так сказать. Ну, вот сейчас мы работаем рядом со спиртзаводом. Мне тоже очень нравится вот архитектура такая именно кирпичная. А, ну, там старое здание, да? Натальное, да. Архитектурное, старое. Да, ну, там сейчас я понимаю, так понимаю, что делал какие-то офисы из этого. То есть, они будут... Возможно, какая-то жизнь вдохнётся тоже в эту территорию. Ну, хочется в это верить и надеюсь, что всё получится. Кирилл, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Желаю вам дальнейших успехов в ваших проектах и в реализации их на территории города Ульянская региона. Ну, а нашим уважаемым зрителям я напоминаю, что сегодня героем проекта «Гость студия» был молодой зодчий города Ульянска Кирилл Артамонов. Оставайтесь с нами, нам всегда есть, что вам рассказать.